Всем зигулечки, дорогие друзья, с вами Андрей Нефёдов и это вторая часть нашей рассудительной передачи под названием Интернет против телевидения, также известна как Хрен ТВ. Выпуск второй официальный и мы продолжаем смотреть телепередачи, которыми активно пичкают наши с вами умы, а в основном умы наших мам, пап, бабушек и дедушек. Что ж, давайте не будем, как говорится, тянуть кота за одно место и посмотрим, что же нам предлагает канал РЕН-ТВ. Подмосковье, наши дни. Ну, сразу, услышав такой голос, мы понимаем, что сейчас будет затирать что-то нам такое умопомрачительное, наверное, зловещее. Пушкинский район, река Серебрянка. Местные жители не раз становились очевидцами того, как большие дискообразные аппараты бесшумно вылетали из-под воды. Вот и позапрошлые, и прошлые, и в этом году, совсем недавно, вот такие вот тарелки, как будто одна на другую. Блин, очевидец НЛО Людмила Голоскова. У меня такой вопрос интересный есть к этому же РЕН-ТВ каналу. А почему все очевидцы НЛО это всегда какие-то старые бабушки? Может быть, у них какие-то проблемы, может, старческий маразм, я не знаю, какие-то проблемы с мировосприятием. Почему НЛО всегда видят бабули? Я ни разу не видел, чтобы про НЛО рассказывал, скажем, студент, или школьник, или просто, там, человек, я не знаю, в районе лет 30-40. Почему-то всегда об НЛО рассказывают старые бабки. Это наводит на определенную мысль, что, может быть, бабок, проще всего, убедить рассказать про НЛО или втереть им что-нибудь. Или это связано с тем, что эти каналы смотрят только подобные бабушки. Впрочем, я не очень-то этому удивляюсь. Выпуклостью в стороны. Выпуклостью в стороны. Вот эти тарелки много видели, но говорят... Вот, вот, блядь, вот что это такое? Это тарелки? Вот, вот, что это на экране? Я вижу три какие-то точки, я могу, не знаю, в Adobe After Effects сделать такие летающие тарелки примерно за минуту. Что больше всего НЛО на нашем Учинском водохранилище, над нашим водохранилищем. Ужас какой! Ужас какой! Ужас наблюдала странные объекты... Так это уже не Людмила, это какая-то другая бабуля уже. ...которые вылетают из-под земли, а также внезапно падают снег... Знаете, этот объект называется реактивная турбина для самолета. Реактивный двигатель. И она что, видела, как сами по себе реактивные двигатели вылетали без... Без всякой помощи, это знаете, как в песне гражданской обороны. Летели качели без пассажиров, без посторонней помощи. И точно так же летят эти реактивные, блядь, двигатели, которые видят наши бабушки. И после приземления пропадают, то ли под землей, то ли под водой. То есть она даже не знает, где они пропадают. Ну ты же очевидец, ты их видишь. Как ты не можешь понять, они под землей или под водой пропадают? Они летают над этим водохранилищем, да? А после этого... Да, движки. Решко. Сами по себе. Теряют высоту и скрываются в этом водохранилище. Не знаю, как насчет теряют высоту, но я знаю, что люди, которые сидят и смотрят подобные передачи, теряют здравый смысл. Теряют мозг, и потом им придется устанавливать протез мозга с извилинами, сделанный из грецкого ореха. Потому что у грецкого ореха извилин больше, чем у человека, который верит в подобные передачи. В воде. И говорят, что якобы там какие-то подводные пещеры. Якобы там говорят... Кто говорит? Что это такое за понятие? И говорят, что там якобы... Приведите, пожалуйста, если это научно-популярная передача, приведите, пожалуйста, ссылки, откуда вы цитируете этот текст. Кто говорит, что там эти пещеры? Бабушки, наверное, другие говорят, что там, блядь, пещеры. Я знаю парочку пещер. Бывал там, так скажем. И там, кроме... Ладно, это было очень приятно, поэтому не будем об этом. Вот там у них тоже база. Понимаете? Да. Если подземная ветвь наших предков существует, то... 16 плюс. Надо было написать, я не знаю, там, 60 плюс, например. Значит, какие-то разрушительные катаклизмы заставили древних людей спрятаться в своих подземных городах. Блядь, это вот такие подземные люди живут в наших подземных городах. Вообще, какие подземные города? Как они... Как можно жить в подземном городе? Это нелогично, это невозможно. Все равно нужен источник освещения, по крайней мере, чтобы там, не знаю, овощи выращивать. Мне кажется, это несусветная чушь, особенно учитывая, что какие лица... Вот такие вот лица у наших подземных людей. Вот вот такой небольшой фрагмент с телеканала РЕН-ТВ, который просто поражает соображение нормального человека. Хотя я не думаю, что нормальный человек будет это смотреть. Но, тем не менее, это показывают. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Второй фрагмент предоставлен нам каналом «Рашка-1», «Россия-1». И, как ни странно, здесь смешно как раз-таки не то, что нам рассказывают. А именно вот те люди, которых нам сейчас покажут, они наиболее смешны. И я предлагаю нам с вами посмотреть и сломать себе черепную коробку, делая руколицо. В рекрутинговых агентствах уточняю. Несмотря на дикое перепроизводство и вал соискателей, найти нормального специалиста в тот же экономический или правовой отдел – огромная проблема. На поиск могут уйти месяцы. Вот как это обычно происходит. Какой главный финансовый документ в России? Ну, я подсказываю, что сейчас будет спрашивать специалистов с высшим образованием, девушек, которую одну из них мы видим сейчас на экране. Примитивные вопросы по экономике. Я напоминаю, что они окончили высшее учебное заведение по специальности экономист, я так подозреваю. И давайте послушаем их ответы. Волтерская четность, возможно. Федеральный бюджет. Да. Ну, это, наверное, смешно больше экономиста, но давайте попробуем вместе угадывать. Квадратный корень из 100. Квадратный корень из 100. Ну, я думаю, что это 10, так вот, навскидку. Квадратный корень из 100. Нет его. Нет его? Ну да, блин. Вот у нас и в бюджете так же. Нет у нас бюджета. Ну, он не подается вычислению. Спиридонова Екатерина, 23 года. Окончила РГТУ с красным дипломом. Вот, вот они, специалисты Родины Матушки. Вот как ручь-то с колен поднимать будем. Ощерялась именной премией ректора профессия экономист-маркетолог. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Чем заканчивается схема Маркса? Товар, деньги. Рынок. Товар. Товар. Единица с пяти нулями, это какая цифра? Единица с пяти нулями, раз, два, три, десять тысяч. Десять тысяч. Блять! Единица с пяти нулями. А, сто тысяч. Я такой же лох, как она. Я потому что думал, что пять цифр. А-а-а! С девятью. Ну, я уверен, что все вы так же подумали. С девятью давайте. Биллион? Нет, биллион. Дальше идет. Биллион, да. За наших выпускников. Биллиард. Нам стыдиться не приходится. Наши экономисты и юристы лучше среднемировых. Я это говорю со всей ответственностью. Деноминация что такое? Деноминация, это, короче, убирание количества нулей у валюты. То есть, там была тысяча рублей, стала рубль. Вот как у нас было в 97 году. Деноминация? Не помню. А девальвация? А девальвация, это снижение, короче, курса. Не помню. Стагнация? Ну, стагнация, мы все знаем, что такое стагнация. Сергей Иванович? Ну, не все, только те, кто с красным дипломом по экономике. У меня нет экономического образования. У меня образование дизайнер. И то я как бы это слышал где-то. Она 24 года. Выпускница экономфака РГТУ. Специализация финансы и кредит. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Размер подоходного налога для физлиц. 13%. В России какой? Подоходный налог там. Сейчас уже не помню. Ну да. А кто написал капитал Маркса? Капитал Маркса? Блядь, наверное, Энгельс. Ну, капитал Маркса написал Маркс, потому что это капитал Маркса. Тоже не знаю. Браво! Вот, вот, вы говорите у нас, государь, плохая экономика. Да вы посмотрите, какие у нас экономисты взращиваются. Квадратный корень из ста. Квадратный корень из ста. Лаудинг. Лаудинг. Затрудняюсь, не помню сейчас уже. Мау-мау-мау-мау. Ну, слабые ребята, или не так? А я хочу сказать, что мы готовы из слабых сделать выдающихся. Сделать из серьезных. И у вас получается. Ну, извините, конечно. Вот это надо оценивать. Не те, которые к нам пришли. Вы школу оцениваете по ЕГЭ. Ну, да. Как вуз оцениваете по результатам работы вуза? Да, вот, только что мы и оценили результаты работы вуза. И, знаете ли, я думаю, это не единичный случай в нашей стране, когда подобные вузы выпускают подобных специалистов. Зачем далеко ходить? Это у нас не только в вузах, но и в ПТУ то же самое. Когда я одно время работал на заводе, к нам приходили точно, блядь, такие же специалисты. Из каких двух частей состоят золотовалютные резервы Центробанка? Золотовалютные? Ну, золотовалютные, как бы золото и валюта. Нет? И золото, и валюты. А единицы с пяти нулями, это какая цифра? Единицы и пять нулей, какая цифра? Три тысячи. Ну, это мы уже знаем. Копнина Мария, 20 лет, третий курс РГТУ, специализация мировая экономика, лаборант кафедры международной торговли. Хотя, знаете, я все-таки думаю, что все равно отобрали, как бы, наверное, самых отсталых ребят. Хотя, в общем-то, в общем-то, может быть и нет. Может быть, действительно, это общая такая тенденция к тому, что учат не знамо как, и у нас, получается, экономисты не поймем какие. Пескомая зарплата от 30 тысяч рублей. А мировые резервные валюты какие, знаете? Резервные. Доллар. Не могу, наверное, ответить. Чем отличается плоская шкала налогообложения от прогрессивной? Вот это я не знаю, но если предположить, ну, наверное, плоская, это, как бы, когда для всех одинаковый налог, а прогрессивный, это, наверное, в зависимости от количества доходов увеличивается налог. Ну, я не знаю, у меня нет экономического образования, я так логически просто думаю. Тоже не скажу. А что такое билет Банка России? Билет Банка России? Это, это, это купюра. У меня вечернее отделение, возможно, мы просто до такого еще не дошли. Да ладно, ни хренашь тебе. А мы уже дошли, понимаете? Без всякого образования экономического. На деньгах написано билет Банка России. Даже не видел на рублях. И таких дарований в Бабуринском вузе... Дарования, действительно, щелбан надо поставить, как положено в программе дарования. ...де 80 тысяч. Что с ними делать? Это серьезная социальная проблема. Пока предварительное решение таково. Вуз вливается в состав Плехановского госуниверситета, студентов переводят туда на щадящих условиях и дают доучиться, ПЕД-состав РГТУ ждет переаттестация, бухгалтерию, ревизия. Господин Бабурин отправляется на все четыре стороны. Ну что ж, хотя бы господину Бабурину досталось по делам. Хотя, я думаю, виноват здесь скорее не сам Бабуров, а вообще все в совокупности виновата. То есть, начиная от министра образования и заканчивая всеми вот этими звеньями этой цепи, которые тянутся от министра до конечного студента. Поэтому вряд ли увольнение Бабурова изменит как-то ситуацию, не только в стране в целом, а хотя бы даже в этом отдельно взятом ВУЗе. Поэтому, как бы, мне кажется, нужно начинать с головы, рыба гнет с головы, начинать с того же министра и идти ниже, 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 ниже прорабатывать всю эту цепочку. А вот такие дела. Сегодня мы с вами смотрели телевидение через интернет, через призму интернета и здраво рассуждали на тему того, что мы с вами увидели. С вами был Андрей Неплёдов. Подписывайтесь на канал Омская ТВ для дальнейшей глубокой аналитики телевизионных программ. Всем пока. Добра. Больше читайте.